Продолжение следует... Сегодня, дорогие братья и сестры, в память державной иконы Божией Матери Служица, в этой священной Божественной Ритургии, это день отречения Государя-Императора Николая II от престола государства российского. День покаяния и скорби от греха. У нас и наших грех. В чем же каяться надлежит всякому православному христианину? Об этом нам сегодня говорит во весь голос, Священное Писание за Божественной Ритургией, за вечернюю, когда бытия чтения бывают. Мы слушаем о столботворении в Абибиронском. Прежде чем рассеяться по лицу всей земли, послепотопное человечество, у которого был един язык, и всякое, как сейчас принято говорить, взаимопонимание, что такое же деленное для сынов человеческих, было, как видим, полное взаимопонимание, полное социальное миро. К чему так похотливо стремиться, нынешний мир и стремиться, даже в лице православного. О, ужас! Так вот, это было в Вавилоне, иначе не могла бы завершиться. Вавилонская башня, а еще не вызерждитель, рассыпал устремление твоего по душе. И не только единый язык, и всякое взаимопонимание, и слаженность действий, полное было, но и единая была идеология, единое стремление, блудливое духовное стремление на земле упрощить себе имя. Вот как это звучит. Перекос, приявитель, соседний, сибирь, храд, и стол, и Божий верх будет даже до ненесения. То есть, ничто иное, как Царство Божие на земле. Даже до небесе, вверх этого града. Это будет райский град земной, это будет земной утопический социализм, или хилиар, и все, что угодно. Земная, где бы отдохнул глаз и душа человеческая, и не знал об огоре. Почему мы можем об этом говорить? Потому что до небесе. Потому что с земли можно было зайти на небо, и быть небожителем, будучи земным человеком. На этом строятся все утопические, идеологические системы. завоевание неба. Завоевание неба здешним, земным способом, через маркетизм, через другие измы, любые, через перераспределение земных благ, по таким-то и таким-то системам, через социальный мир, социальное служение, экологию, через все земное, земные прописи и земные рецепты, которые есть вот эта самая плинфа. Плинфа там была очень хорошая, качественная. Что такое плинфа? Это глина. Обожженная глина, из которой делаются кирпичи. И Божий верх будет даже на небесе. И сотворил себе имя, прежде нежели рассеетесь по лицу всей земли. И снеги Господь, видя град, и стол, и речи Господь, да не будут им едины. Произошло смешение языков по-другому, и рассеяние всей земли, потому что утратили вот это самое взаимопонимание. И всегда в период революции и бунтов, и восстания, на Бога установленный порядок, люди приобретают вот это вавилонское взаимопонимание. Их охватывает вот этот пьяный дух революции. Веселая, весьма. Вспомните 91-й год у нас в стране. Как весело было 19-го, 20-го, 21-го, 21-го, Точно так же весело было по свидетельствам современников, например, Кунина и других в феврале, марте и апреле 17-го. Бойся этого души, бойся этого духа в болотной площади, любых других площадей, любых других митингов, любых других демонстраций, потому что это дух вавилонском словотворения. Когда человек в толпе, имеет полное взаимопонимание на самом низменном углу, но это низменное охватывает человека на стол. Христианин же есть человек уединенный и человек добрый в совести своей перед Господом Богом. мы можем, воспользовавшись этим ключом, понять то, что произошло во время отречения государя-императора, понять и то, чем сейчас искушают право. Все тоже несбыточное, блудливое и пьяное стремление через через установление народа власти, через установление общей для всех единой, объединяющей весь народ целью, захватывающей души, сотворить имя, то есть сделаться великой Россией, сделаться сильной, навсегда укрочить в веках, как мы слышали все двадцатая столетия, имя себе в веках. А христианинам все это должно быть чуждо. Истинные христиане, государь-император Николай II, он вовсе не стремился вручить имя свое в веках, а только стремился к одному единственному, спасти свою душу, свою собственную личную душу. И для этого исполнить свой собственный личный долг, как он его понимал. Во Христе Иисусе в совести своей говорил, до сих пор совесть никогда меня не обманула. Поэтому когда отрекся, отрекся по совести и за свидетельство об этом, и зафиксирование этого отречения всем в обличении, кто хочет его обвинить в политической слабости, так вот там огненными написано буквально, что сочли мы долг совести нашей. Вот тебе полютик хитрый. А ты когда-нибудь исполнил долг совести своей хоть раз в жизнь? И это подписано Мим. И это есть братья и сестры святость. А как же спросишь защиту Отечества? А как же спросишь защиту кусульман? Разве в этом не объединяются самые разные люди? Как, например, Минин и Пожарский. Минин и Пожарский не шли спасать Россию? Это заблуждение, это экстраполяция современного понимания на старые годы. Они шли, если помните, освободить дом Пречистой Богородицы от гусульман, от ляхов, от инославов. Дом Пречистой, то есть Москву и Кремль и Успенский Собор, отопирающий их питы инославу. Тогда увидели, что предатель селик Кремль. То есть они ставили перед собой абсолютно частную цель, которая им подсказывала совесть, и они не могли их перешагнуть, переступить и игнорировать. Так и всякие христиане. Дал призем исполнение, призвали на войну, исполняешь присягу, а если ближнего выпрямят на Донбассе, убивают твоего, ближнего, родного твоего, члена твоей семьи русского, естественно, надо идти защищать, потому что кто о ближних своих не печатся, тот хуже язычник, говорит Писан. И обо всем этом достаточно нам и довольны нам запах и Бог. Запах о любви Отечества, как известно, истекает из пятой запаха о любви к родителям. Запах о любви государю и преданности ему также из пятой запаха. и аз ездим Господь Бог, значит, крестное целование нельзя переступать. Как все просто, но этой простоты вмиг лишается человек, когда пьянеет идеологию любви, когда он уже служит и Господу Богу, тому единому послушу, по заповедям, а служит или великой России, или великой идеей, или еще каким-то великим ценностям, как сейчас принято говорить. И Сумбол в душе такого человека, и мрак, и хаос. Его можно голыми руками брать, как взял дьявол, голыми руками всю Россию в феврале и марте семнадцатого года, когда ребенку было ясно, что нельзя было отступать от присяги государя и оператора лично ему, наверное, домой. Но вот эти самые идеи, сотворимся ими, сами объединимся во избежавшие сапки друзья, и сделаем невозможным сотворим по человечеству. Сотворим чудо здесь на земле. Как это все знакомо. Сколько крови стоят нашим предкам и нам сами. из этого надо делать покаянные глубокие выводы и уроки. Они состоят в том, что надо отказаться от любых любых мероприятий, от любых действий, которые нениктуятся совестью перед Богом. Причем совестью личной, не оглядываясь ни на кого. И еще надо понять, что не от человека зависит благополучие людей на земле. И не могут люди сотворить себе град и стол и имя, прежде даже не разыдаться по всей земле. Это не во власти человеческой. Мы обязаны спасти свою душу. К этому призму, крещению и веру. А во всех остальных попечется Сам Бог. Ты думай только о том, что касается исполнения скудов, спасения своей души по заповедям. Больше нечего. И не думай, ведь и сейчас это есть. Те же идеи народа власти, те же идеи демократического переустройства, влияния влияния на кого-то через что-то, через какие-то механизмы и процедуры, разве это не та же мавиологская башня? Конечно, та же, тоже гностическое земное действие, в которое вкладываются усилия и душевные порывы, и мечты, глупые мечты. Никогда ничего не будет хорошего через волеизболения человеческое. Никогда. Власть от Бога. Мы это видим в Библии. Хотя бы стопроцентное большинство например желало бы одного и того же. Господь взял и разорил. И наоборот то, чего никто не хочет, делает Бог, и оно говорит. Не пора ли нам уже выйти из детского возраста и отбросить в своей душе все иллюзии и самообнушения относительно демократии, относительно выбора относительно этого столпотворения в Иоаннском. От нас, братья и сестры, не зависит на земле ничего. Некоторые думают, как же так, надо исполнить свой долг. Ты не думай, Бог промыслят России. неравистью. Но если бы 2 марта 17-го года люди бы забыли о том, что они же граждане, нужно спасать Родину или спасать монархию, как они думали, требуют царя отречения в пользу наследия. А вспомнили бы, что они под Богом ходят, и придется Богу отчет давать, и не скажешь, Господи, я, конечно, поцеловал Николая второго креста. Но обстоятельства заставили меня коленопреклоненно просить, чтобы он отрекся в пользу своего сына. Иди во ад, предай, скажет Господь такому, я тебя не просил коленопреклоненно молить, но его помазанник отречься. Не прикасайтесь к помазанникам моим, сказал Господь, ибо пророцах моих не уклад найти. Ты должен был служить ему без оглядки. Как истинный дворянин, как истинный самурай своему господину. Да что там самурай, как истинный христианин своему господину стоит или падает. Вот как ты должен был ему служить во Христе не оглядываться и не кося, как волк в лес одним глазом. Что там толпа? Так и мы не должны косить и смотреть что там толпа? Не бойся, Бог промыслит Россию. С праздником, дорогие мои сестры, и с праздником. С праздником, праздником, YasThree ados, Н convertи н, не бойся, не бойся, нまぁ, н н染. Ты —